Микс Ньюс Добрый день, это программа Разворот, и сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, помогает звукорежиссер Евгений Копейн. В гостях у нас сегодня член правления крестьянского сейма Мартин Штронс. Добрый день. Добрый день. Много тем у нас сегодня для разговора, но может быть начнем с такой круглой даты правительства Каринша. Исполнилось 100 дней, какие-то результаты уже подводятся. Как ваша отрасль крестьянская чувствует вот эти вот перемены? И чувствуете ли вы, что что-то меняется? И если меняется, то в какую сторону? С господином Макарничем мы встречались до этого. Мне кажется, еще и правительство не было создано. Переговорили те вопросы, которые, конечно, нас как христиан касаются. На данный момент самые важные вопросы – это работа в Евросоюзе, скажем так, в Брюсселе. А основной вопрос – это, конечно, европейские платежи. А европейские фонды. Потому что ситуация на данный момент может не выглядеть так уж хорошо, как мы хотели. В этом году исполнится 15 лет, как мы в Евросоюзе. Когда мы вступали в Евросоюз, тогда, конечно, обещали, что, знаете, может, платежи сначала у вас будет немножко поменьше, как у других. Но ситуация улучшится через время. Прошло 15 лет. В принципе, мы вперед так очень и уж не двинулись. Потому что на данный момент, например, латвийские фермеры получают только 75% от европейских средних платежей. С одного точки зрения мы себя еще называем новой страной Евросоюзи. Но все-таки прошло 15 лет. Достаточный срок. Срок довольно большой. Но мы видим, что на данный момент все равно происходит какая-то дискриминация насчет балтийских стран и насчет Латвии. Вот это будет основная работа в течение следующего года, полтора года, который, ну вот этот вопрос господину Каренчу и господину Герхарду надо будет решать. Это, в принципе, самый важный вопрос. И, конечно, когда будет дискуссия, что делать и как делать, побольше денег Ахезии или побольше денег христианам, мы бы хотели, чтобы, конечно, господин Каренч понимал, который вопрос наиболее важный. Или, в принципе, можем сказать, что обе вопросы важны для нашей страны. Вот если про Европейский Союз, да, вы вспомнили совершенно справедливо, тоже на днях, ну, отмечали, можно сказать, так, эту дату. 15 лет и 9 мая будет День Европы. Тоже какими-то мероприятиями отменить, это вспомнит эту дату, что 15 лет мы в Евросоюзе. И вот если так послушать, то очень такой вопрос, который в обществе висит, кто кому должен, мы Европейскому Союзу или он нам. Вы как считаете? Конечно, в этих последних 15 лет мы много и взяли от Евросоюза, скажем так, это было понятно. Но в то же время мы что-то и потеряли. Ну, я думаю, что главное, что мы потеряли, это значит люди, это рабочая сила. Ну, вот эти два основных вопроса. Потому что рубежа открыли, люди из регионов, в том же числе из сельского хозяйства, уезжали работать в Англию, в Ирию, скажем так, где была возможность заработать побольше. Может делать те же работы, которые они могли бы делать в Латвии, скажем так. На данный момент очень трудно этих человек достать обратно в Латвию. Я думаю, что на данный момент мы в сельском хозяйстве можем платить больше, конечно, как платили когда-то. Но все равно мы не можем достичь того уровня, который может в Англии или в Ирии. Потому что, ну, платежи у них там побольше, да, может и цены побольше, и в то же время фермер, местная фермер может там платить больше. И были у нас дискуссии тоже, например, с фермерами с Англией, с Ирией, где они говорят, что если даже вы в Латвии придумаете еще повысить зарплаты вот этим людям, мы все равно повысим еще больше, потому что нам нужны рабочие руки, потому что местные не хотят работать в сельском хозяйстве, скажем так, да. Ну, в принципе, это такой круг замкнутый, да, мы можем платить еще больше, но все равно там кто-то еще будет побольше платить, да. И, конечно, потом может в один момент возникнет вопрос, платить ли латышам и полякам так много, или может привести тогда лучше людей с Украины, скажем так, которые готовы работать за более низкие зарплаты. Много у нас сейчас таких работников здесь, в Латвии, из Украины, например, тоже у нас много людей, чтобы ввозить людей? Их становится все больше, есть варианты, литовские компании предлагают варианты, как привести эту рабочую силу из Украины, есть эстонские компании, которые предлагают варианты, скажем так, вот, только наше государство в данный момент в позиции, что нет, нам не надо рабочей силы из третьих стран. Но пока мы будем в такой позе, скажем так, мы просто экономически будем терять свою силу, потому что если в других странах есть возможность привести рабочие руки из третьих стран, у нас как бы нету, мы, в принципе, ну, понемножку теряем свою конкурентоспособность. То есть нам эти люди нужны сейчас, эти руки? Да, национализм, он хорошо, но до момента, когда мы уже тогда начинаем терять, экономически, в принципе, теряем деньги, скажем так. Тут все-таки экономика выигрывает. Ну, конечно, да, 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 я думаю, надо думать логично. Будем реалисты, я думаю, что эти люди приезжают, будут приезжать в Латвию, чтобы работать, зарабатывать. С другими предпринимателями был, конечно, разговор, что даже вот этих украинцев привозят в Латвию, они тут поработают месяц, два, три, четыре, полгода. И понимают, что есть возможность уезжать дальше. Вот. А я думаю, что не надо бояться рабочей силы из других стран, потому что всегда есть вариант, что они уедут работать куда-то и дальше. Не задержатся. Не задержатся, да. Вы сказали, что общались с коллегами из Англии и в Ирландии тоже. Получается, что наши латвийские руки, мастера и крестьяне, они ценятся там? Они там ценятся, конечно, они там готовы работать. Работоспособность у нас хорошая. Да, 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 но они готовы там работать по 10, 12, 14 часов в сутки, 6 дней в неделю. От старания или от нехватки денег, как вы думаете? Я думаю, так и так. Но если человек уезжает в заработки, тогда он там работает, да, скажем так. В то же время то, что мы в своей сфере говорим, если эти люди хотели бы работать столько в Латвии, да, тогда я думаю, что была бы возможность заработать очень хорошие деньги, скажем так, да. Ну, а здесь семья, здесь другие, здесь отдыхать надо и так далее, конечно, тоже. А там и люди уезжают работать, да, скажем так. И платят большие денежки за возможность там жить, скажем так, да. А план реиммиграции с вами тоже наверняка ведь обсуждали, которые там последние несколько лет в действии у нас, и говорят, что там несколько сотен людей вернулось, в том числе и не в Ригу, а именно в регионы. Ну, то, что мы в своем секторе видим, что возвращаются люди, возвращаются, может, начинают заниматься каким-то своим бизнесом небольшим, да, там, выращивать фрукты, овощи. Люди, может, там, 5-10 лет пожившие в Англии, они видят, что можно работать на селе, можно зарабатывать и приезжают тут, может, какая-то земля оставшаяся от родителей или от других там предков и так далее, да, и, ну, начинают какой-то свой небольшой бизнес. Это тоже, конечно, очень хорошо и позитивно, да. Есть люди, у которых есть знания, но они тоже возвращаются и работают, и в сельском хозяйстве. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, звоните нам, задавайте свои вопросы, пользуйтесь возможностью и в WhatsApp можете нам писать 2-3-0-6-1-9-1. А престиж профессии крестьянина есть у нас? Ну, то есть, раньше это был, не знаю, человек с лопатой, тяжелый труд, сейчас это уже новые модные тракторы и прочее, прочее, то есть, ну, и, наверное, и легче, и интереснее работать. Ну, я думаю, что престиж увеличивается, скажем так, сегодня слово тракторист или доярка – это что-то другое, значит. И сегодня слово хендмейт очень-очень, и органика тоже очень присутствует в нашей жизни. Сегодня, я думаю, что, чтобы быть трактористом, это довольно-таки сложно, потому что надо работать с электроникой, с навигацией, с компьютерами, скажем так. Тракторист – это, в принципе, даже в каком-то смысле компьютерщик, потому что, ну, чтобы все это выучить, понимать и работать каждый день с этим, это тоже надо быть хорошим, скажем так, да. Ага, если говорим насчет доярок, все больше и больше у нас в Латвии, конечно, в фермах появляются молочные роботы, а у нас появляется, может, такая профессия, как мужчина, который доит коровы тоже, это все больше популярность появляется. И там есть возможность заработать, скажем так, когда один человек может там выдать 100, 150 или 200 коров, значит, он может и хорошо заработать за все это, скажем так, да. А вы сказали, что мужчины появляются в этом доярном ремесле, а раньше они не допускались с альмой мужчины? Их там было меньше, но все думали, что доярка – это женщина, скажем так, да. Ну, сегодня ситуация меняется, конечно. В том числе. Вот вы затронули тему коров, а есть у нас звонок, давайте его примем потом, кто должен задавать вопросы. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Добрый день, добрый. Господин Розен, вы знаете, до той поры, пока мы не осознаем, что мы натворили, проведя индустриализацию в стране, до той поры ничего не будет с сельским хозяйством, потому что сельское хозяйство во всех развитых странах датируется за счет того, что зарабатывает промышленность. Я вот вспоминаю неоднократно Кира Флипман, несколько раз во всяком случае в прессе он говорил, что когда Годманис, правительство Годманиса уничтожало предприятия промышленные, то Годманис говорил, нам надо, не надо, мы страна сельскохозяйственная. Такое было понимание. И вот пока вот этот вопрос не будет в голове у каждого руководителя государства, что надо это прекратить, вернее, надо возродить как-то то, что в Латвии было на достаточно высоком уровне, можно сказать, даже на мировом, тогда сельское хозяйство все равно не будет таким успешным, чтобы могло конкурировать с западным. Спасибо. Нам надо прерваться на новости рекламы, после этого наш гость попробует ответить на этот вопрос. Мы продолжаем программу. Представитель крестьянского сейма Мартин Штронс у нас в студии. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Ну вот перед новостями у нас был комментарий по поводу индустриализации и возрождению индустриализации для того, чтобы платить сельскому хозяйству, чтобы оно хорошо жило. Есть вам что сказать, как прокомментировать? Я согласна, в общем-то. Я думаю, что такого в Латвии нету, к сожалению, слава богу, но такого нету, скажем так. Мы бы хотели, чтобы Латвия была наиболее индустриальной стране, но в то же время хотим мы или не хотим, мы довольно такая аграрная страна, скажем так. Сельское хозяйство у нас все-таки очень важное дело и очень много лесов, скажем так. В принципе, мы зарабатываем то, что экспортируем зерно, молоко, мясные продукты и лес, скажем так. Надевайте наушники, принимаем еще один звонок. Добрый день. Добрый день. Вот сейчас прикрыли проезд Кантес, на него деньги давал Евросоюз. И на эти деньги уже, можно сказать, раскатали губу многие. И поезда покупать, еще там какие-то вещи делать. А если Евросоюз потребует эти деньги обратно, тогда что? Рига-Сатекс, мы должны эти деньги вернуть. У них и так тяжелое положение. Где они эти деньги-то возьмут? Спасибо. Спасибо. Проект с Кантесом. Да. Ну, я думаю, что никто никому никогда не просил деньги возвращаться обратно, если проект нормально реализованный и там нет каких-то хистеристей или коррупции, скажем так. Если все залидно, я думаю, все хорошо и никто никому не будет. А вы не сталкивались никогда, что, ну, я знаю, что в регионах, и крестьяне в том числе, ну, реализуя какие-то европейские проекты, тоже, ну, получают какие-то деньги для того, чтобы реализовать какой-то проект, какой-то бизнес, стартап и так далее. Да, да. И бывали ли случаи, когда, ну, что-то не получается до конца и приходится... Ну, скажем так, значит, есть какой-то период, в течение которого надо достичь какие-то критерии, там, да, или побольше площадь обрабатывать, или побольше, там, зарабатывать, или побольше тогда, там, развести скот, или так далее, так далее. И, значит, в принципе, есть, ну, пять лет, чтобы вот эти какие-то критерии, которые, там, до этого написаны, в проекте достичь. Конечно, бывают какие-то казусы, может, там, погодные условия или что-то такое, но всегда есть разговор с министерством, с лаукатбалстадейностом, и эти вопросы решаются, да. Ну, например, вот прошлый год, когда была большая засуха, тоже, там, может, юные фермеры, маленькие хозяйства не могли достичь те критерии, которые надо было достичь, ну, в принципе, тогда, может, вот эти показатели можно было перенести на 19-й год, скажем так, да. Ну, такие нормальные ситуации решаются. Если кто-то придумал схитрить что-то, да, тогда, конечно, бывают ситуации, что надо платить обратно, но это очень мало таких случаев, в принципе, да. Христиане или фермеры, в принципе, не занимаются таким делом, да, это, может, бывают какие-то бизнесмены, которые придумают какие-нибудь схемы и думают, что там можно какие-то денежки откуда-то как-то взять и это все там потом прикрыть, да, так не бывает. Когда спросят обратно, конечно, да. Надевайте наушники, у нас много звонков. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Я хотел спросить, вот Беларусь зарабатывает на поставках сельхозпродукции в Россию почти 5 миллиардов евро в год. А сколько Латвия могла бы зарабатывать, если бы не было этих дурных санкций? Спасибо. Что скажете? Я думаю, что мы бы экспортировали продукцию в Россию тоже, конечно, тогда опять вопрос, за какие цены, как много и так далее. Ну, на данный момент, ну, производители нашли другие варианты, где продукцию продать, скажем так, да. Конечно, были ущербы из-за этих санкций, они, может, и сейчас немножко есть, да. Ну, такая была политика, и мы тут можем дискутировать, это было правильно, неправильно. Конечно, мы, как христиане, думаем, что, ну, не надо делать ущербы, вот, когда большие люди играют в политику, скажем так, да. И, конечно, нам, в принципе, опять никто вот эти ущербы, ну, не, 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 за эти ущербы нам тоже никто не платил, скажем так, да. И мы были бы рады, если была бы возможность экспортировать в Россию, вот, не знаю, молочные продукты, там, консервы и так далее, и так далее, да. Ну, пришлось скрутиться, мы знаем, что там вплоть и Дубай, и Китай, и самые дальние уголки. Да, 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 конечно, тоже надо понять, что и в России продавать свои продукции тоже не было легко, да. Как что, так бензопирены много в шпротах, как что, так в молоке что-то находят, ну, это тоже политика, да. Если кто-то у нас в Латвии, кто-то скажет насчёт России, да, тогда в сырке что-то находит или что-то неправильное в нём, да, ну, бывают такие дела тоже. Надевайте наушники. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот ключевую фразу сказали, что когда большие люди играют в политику, эти игры народу выходят боком. Вот скажите, пожалуйста, 15 лет в Евросоюзе, назовите цифры, как повысилось благосостояние народа, как улучшилось здравоохранение, и почему у страны больше 10 миллиардов долга, и как отдавать. Вот это ваши игры все. Спасибо. Спасибо. Я не уверена, что это игры нашего гостя, но от вас сегодня хотят слышать конкретных цифр. Да, и сегодня чувствую себя как премьер, да, что надо на всё отвечать, да. Я думаю, что в среднем мы живём лучше все-таки. Чем? Чем жили 15 лет назад, скажем так, да. Несмотря на уезжающих, несмотря ни на что, в любом случае. Да, конечно, может, самая трудная ситуация у тех семей, где много ребёнков или у пенсионеров, да, потому что, насколько я понимаю, два человека, которые сегодня в Латвии работают, они, в принципе, платят пенсию трим пенсионерам. Это, конечно, ненормально, и я думаю, что через 5-10 лет вот эта ситуация ухудшится, но в то же время всегда можно задавать вопрос, почему вот те пенсионеры, которые сегодня, пенсионеры, да, почему вот у них в семье только один ребёнок, или, может, не было ребёнков, скажем так, да. Я думаю, что о себе надо думать, и я думаю, что это только нормально, что рожают детей, которые дальше людям будут платить пенсию. Такого, живые инвестиции. Да, да, но это надо будет реалисту, конечно. Это, конечно, было бы хорошо, что человек отработал 40 лет, и он надеется, что у него будет пенсия, скажем так, да, если в семье нету ребёнка или только один, ну, поэтому дальше вот этому одному человеку надо содержать два пенсионера, скажем так. Это, конечно, такая скучная ситуация. Ну, и другое, конечно, вот эти пособия за ребёнка, ну, вот эти, конечно, довольно такие смешные суммы, которые оплатят, да. Я думаю, что на данный момент в Латвии наиболее трудно вот таким семьям, где два, три, четыре, может, ребёнка. Примем ещё один звонок. Так, прекратил услушатель звонить. Перезвоните нам 672-12-93-9, 672-13-93-9. Добрый день. Алло. Да, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Можно говорить, да? Да, 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 вы в прямом эфире. Я вот к вашему гостю. Естественно, он не виноват ни в чём, эти санкции, но я могу сказать, те, которые их устроили, они о жителях Латвии абсолютно не думают. Потому что люди, к сожалению, с каждым годом всё хуже и хуже живут. Спасибо. Спасибо. Ну, тоже вы уже комментировали эту тему. Если мы поговорим о погоде, о урожае, который должен быть у вас такая профессия, ремесло, которое сложно прогнозировать, как будет снег, солнце, засуху. Как вот мы в прошлом году знаем, что вот сейчас морозы наступают, да, и крестьяне уже говорили о том, что это определённые риски для будущего урожая. В прошлом году вы пережили засуху, и мы знаем, что и скот приходилось уничтожать, потому что нечем было кормить. Как вы накануне нового сезона себя чувствуете? Ну, как я и сказал, что сельское хозяйство – это такая русская рулетка, да, или азартная игра, где можно, ну, что-то выиграть, и можно и потерять очень много. Мы, может, хорошо ещё помним ливни в Латгалье в 2017 году, засуха в 2018 году по всей Латвии, и сейчас вот пришла весна, и, в принципе, тоже большая засуха всё ещё. В многих колодцах ещё до этого нет воды, скажем так, ещё с прошлого года засуха ещё не кончилась, и метеорологи уже что-то говорят насчёт морозов, скажем так, да. Ну, это такая реальная ситуация, да. Но могут вот эти пару дней мороза, которые сейчас, вот они уже, я думаю, что люди ощутили этой ночью, они могут реально повредить урожай? То, что эти морозы могут больше повредить, это, значит, овощные деревья, скажем так, да, которые цветут на данный момент, вот эти минус 2, минус 3, минус 5 градусов, конечно, может очень повлиять на следующий урожай, скажем так. А другие культуры, как зерновые культуры, там, там, может, немножко поменьше риска, там они больше испытывают проблемы с засухой, на данный момент есть поля, где уже рапс цветёт, скажем так, этот мороз, конечно, тоже негативно повлияет на всё это. И, ну, вишни, может, другие ягоды, которые на данный момент тоже цветёт или растут, вот это довольно такие культуры, которые боятся морозов, скажем так. В прошлом, в позапрошлом году такая тенденция появилась среди жителей Латвии, ну, и среди крестьян, которые дают эту возможность, наверное, в первую очередь, многие через интернет, СМИ сообщали о том, что вот у нас есть поле смородины, например, приезжайте, собирайте там, ну, ниже цена, чем, например, купить, только собирайте урожай. Это такая общая тенденция, как-то вы договаривались об этом или кто-то начал просто предлагать? В принципе, это происходит даже всё время, потому что, ну, значит, может, есть хозяйство, где эти ягоды убирают с комбайнами, что-то остаётся после комбайн. Если у вас есть время, если вы хотите дешевле купить какие-то ягоды, пожалуйста, едьте в это хозяйство, собирайте ягоды сами и платите меньше денежок, скажем так. А есть, может, ситуации, да, там, смородины, где, ну, убирает там работники что-то и, может, не успевает убирать, скажем так. И есть возможность людям приезжать и собрать себе сколько надо этих ягод и платить меньше денежку за всё это. Ну, кто-то начал, кто-то был первый, кто вот сказал, я готов предоставить, приезжайте. Да-да-да, это, в принципе, в каждом таком хозяйстве, который занимается каким-то производством ягод, это возможно. Практикует. Практикует, да. Надевайте наушники, перейдем ещё звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Штромс, вот недавно на радио Балтком, по-моему, была такая информация, может быть, на ЛР-4, была такая информация, что агентство приватизации, которое занималось приватизацией, в процессе приватизации получило 2 миллиарда евро, по-моему, и долатов, не знаю точно. Но 2 миллиарда – это цифра, я запомнила. Скажите, пожалуйста, ну вот я думаю, что только одно предприятие, на котором я работала, да, ну, могло бы получить, ну, по минимуму полмиллиарда, а таких предприятий всё-таки были десятки у нас в Латвии. Вот если сейчас бы пришлось приватизировать Латвию, работать агентством приватизации, за сколько можно было бы приватизировать Латвию? За минус 10 миллиардов или всё-таки можно было бы получить что-то? Спасибо. Какие нам сценарии рисуют? Ну, не знаю, я думаю, на этот вопрос будет трудно что-то сказать, ответить. Тогда продолжаем дальше. Компания «Года экспенс», «Честное молоко» стартовала не так давно, предлагали, призывали потребителей смотреть на этикетки, покупать только латвийское молоко. У нас его много на полках? У нас было бы побольше этого молока, если большие торговные сети хотели бы побольше продавать этого молока, скажем так. Если с утра вы пойдёте в один магазин, придёте из этой большой сети, посмотрите, тогда у вас есть и латвийское молоко и так далее, литовское, и польское молоко, и эстонское. А вечером, может, после шести, после семи, может быть такая тенденция, что латвийского молока там и нету, или очень минимальный его там, скажем так. А больше как-то может литовское молоко там на полке стоит. Почему? Ну, может быть такая ситуация, что латвийское молоко покупают побольше, а закупка этого молока была поменьше в этом магазине. И может случиться такая ситуация, что вечером нету больше такой возможности купить литовское молоко. Это одно, конечно, да. Другое, то, что надо понимать, что да, были люди, которые говорили, что мы, может, покупаем литовское молоко, потому что там срок годности у одной конкретной фирмы там есть две недели, полторы-две недели, да. Но в то же момент, в то же ситуацию у Латвии есть производители, которые, да, уже делали такую упаковку, в принципе, конкурентно способный продукт у этого литовского продукта. И тоже нужно это молоко содержать, мне кажется, полтора-полторы недели, скажем так, в этой упаковке, да. Вы упомянули большие торговые сети, у нас, наверное, их две такие самые крупные. И мы знаем, что обе запустили несколько лет назад свои линии, под которыми они продают всё, начиная от молока, зерна и, там, не знаю, порошки и прочее, прочее. Вот, например, торговые сети не латвийские, но вот то, что они продают здесь в Латвии, вот эта вот надпись «Рим или Максима», она появляется, это молоко здесь производят или тоже где-то в Литве, в Эстонии? Это может быть по-всякому, конечно, это может быть по-всякому, мы даже, в принципе, не знаем, откуда это молоко идёт, такая ситуация. Да, да, это большая такая тенденция, которая, в принципе, по всей Европе, называется private label, вот, и, ну, и может быть ситуация, когда производителям, может, будет звонок и скажет, или давайте вы молоко нам так торгуете, делайте упаковку под наш лейбл, или тогда вы вообще у нас не торгуете своим молоком, да, может быть и такие ситуации, конечно, да. Надевайте наушники, примем ещё звонок. Здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Константин, ещё по поводу фразы вашего гостя о том, что санкции, которые были приняты, принесли убытки, и он обронил, что это нормально. Так вот, вся беда нашей страны заключается в том, что политическая структура и номенклатура принимают решения, которые хозяйственники принимают нормальными. То есть, имея пособие для детей в 37 евро в месяц и пенсии для пенсионеров со стажем в 40 лет в 250 евро в месяц, здоровую голову не может прийти мысль, что политические решения, приносящие убытки в стране, могут быть нормальными. Здоровая голова уже должна была давно сесть на трактор, приехать и снести тех людей, которые принимают такие политические решения. А ваш гость обронил, ну да, политическое решение приняли, мы понесли миллиардные убытки, и это нормально. Это было бы сначала правильно сделать пособие для детей, чтобы они были богатые, пенсионеры, чтобы они могли ездить по всему миру нашего отписка, который построил эти инфраструктуру, по которой ездят эти люди, принимающие решения. А потом уже говорить, это нормально. Сначала экономика, а потом задурение с политическими решениями. Вот это было бы решение здоровой головы, а не наоборот. Спасибо. Ну, мне кажется, в общем-то, вы тоже упоминали не раз о том, что экономика должна быть, наверное… Нет, может, я некорректно сказал, значит, были компенсации с Евросоюза для производителей молока, для молочного сектора, потому что они очень жестко, скажем так, поняли ситуацию. Не было компенсации из государственного бюджета, скажем так, да. То есть, то, что получили крестьяне, не получили из Евросоюза. Из Евросоюза, да. Я ни в один момент не говорил, что это нормально, что санкции нормальны. Я думаю, что это ненормально. В то же время мы видим, что вот такие страны, как Германия, которая очень была насчет санкций, что надо, да. В то же время мы видим, что компания «Мерседес» открывает свой завод около Москвы, скажем так, да. И президент Путин общается с представителями «Мерседес» как лучшие друзья, скажем так, да. Такие маленькие страны, как Латвия, теряют много из этих санкций. Но в то же время, я думаю, что большие страны даже что-то получают из этих санкций, скажем так, да. Ну, это значит, они же сами принимают, Меркель может принять решение, что она поедет встретиться с Путиным или пригласит Путина, или там на встрече какой-то общий на саммите где-то там с ним поздоровается и пообщается. Мы это решение принять не можем. То, что интересно, вот, например, если до этого в России очень много сельхозпродукции шло, тогда на данный момент очень много сельхозтехники идёт в Россию, потому что сельческое хозяйство в России развивается, очень быстро развивается, потому что нужно молоко, нужны фрукты, овощи, картошка и так далее. И чтобы можно это всё было производить, значит, надо технику. Технику, в принципе, покупают в Европе. В Европе, значит, технологии, техника из Европы идут в Россию. У этой техники, технологии, в принципе, санкций нет. Или просто компания, немецкие, французские компании делают свои заводы, не знаю, в России и производят технику там. Ну, в принципе, привозят из Германии, и там в России только надо её сложить, скажем так. И, в принципе, собрано или сделано оно в России. И, в принципе, всё равно компания из-за этого какой-то прибыли. Понимаю. А мы ничего не производим, никаких деталей. Ну, вот я знаю, что есть, там когда-то было, рассказывали нам автопроизводители, что для Мерседесов мы какие-то запчасти производим здесь в Латвии. Ну, что-то понемножку делает, да-да-да. Что-то понемножку делает, да-да-да. Ну, насколько я понимаю, на данный момент занимаются и ремонтами вагон, или производством поездов и так далее. Примем ещё один звонок, последний, наверное, на сегодня. Очень коротко попрошу задать его, потому что времени мало. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Который был показать свой оскал, что мы вот в Европе, вы закрываете у нас там то-то, но мы, допустим, элементарно будем на всю Европу картошку делать. У нас поля там есть, плодотворные. Вот только мы. Вот нам квоту дайте, у других заберите. Как это можно сделать? Спасибо. Насчёт сахарной индустрии, значит, то, что надо людям понимать, что завод был старый, довольно неэффективный. В то же время надо было кладывать большие деньги, чтобы, ну, модернизировать его, чтобы он мог работать, да. Это одно. Второе. Никто никому ничего не отобрал. Значит, это были сами владельцы, которые, к сожалению, продали свои части, свою собственность, да. Там были и фермеры тоже, и другие люди, которые продали, ну, вот эти свои, капитал дались, да, другими. И эти люди тогда в конце приняли решение, что, ну, знаете, мы будем остановить это производство сахара, скажем так, да. У нас осталась минута до конца эфира. Очень коротко попрошу ответить. Выборы в Евросоюзном предстоят без названия имён и партии. Вы видите, кого-то есть среди вот этих представителей, баллотирующих людей, кто мог бы отстоять реально права крестьян, в кого вы верите, кто вот правда может какое-то слово замолвить. Да. 10 мая, это на следующей пятнице, значит, в 11 в Серховском министерстве мы проводим дискуссию с представителями всех этих партий насчёт вопросов о платеже, насчёт вопросов о европейских фондах. Я думаю, что там будет очень интересно. Ну, да, можно будет эту дискуссию смотреть на Фейсбуке, потом на Ютубе. Есть парочка, может, людей, которые получат кандидаты, чтобы защищать интересы наших кандидатов, да. Ну, есть, которые, может, там и похуже, или что-то хуже знают. Но в то же время, я думаю, что мы будем работать с каждым и со всеми депутатами Европарламента, да. Спасибо. Член правления, представитель крестьянского Сейма Мартин Штронс был у нас в студии. Программу провела Анастасия Смоловская, помогал звукорежиссёр Евгений Копеин. Всего хорошего.